Под радостные крики с аплодисментами сотрудники Химспаса и МЧС демонстрируют спасательное оборудование воспитанникам детского сада. Для того, чтобы рассказать о технике пожарной безопасности и правилах поведения на воде, спасатели приехали к детям на машине и экстренной службы. Мне понравилась безопасность на воде летнее время. Говорили, что нельзя плавать без родителей. Может подвернуться нога и вас уже никто не спасет, если родители не видят. Но больше всего детям понравилась демонстрация работы огнетушителя. Спасатели сделали макет возгорания и показали детям, как правильно бороться с огнем. Самые смелые ребята смогли лично потренироваться в тушении. Также спасатели показали детям, как работает гидравлический инструмент. Например, вот эти кусачки могут разрезать даже самый толстый слой металла. А мощности гидравлического разжима достаточно, чтобы поднять автомобиль спасателей. Эти инструменты используют при ликвидации последствий ДТП, а также разборе завалов зданий и сооружений. Для обучения детей используют настоящее спасательное оборудование. Кроме гидравлических инструментов, в машине еще есть баллоны с сжатым воздухом. Медицинская укладка и, разумеется, специальное обмундирование, которое защищает спасателей при работе в тяжелых условиях. Еще один важный инструмент для спасателей – это квадрокоптер. С помощью него производят разведку на территории, отслеживают пожары и ведут поиск пропавших людей. В легкой игровой форме дети узнали, как безопасно проводить время на водоеме, что делать в случае пожара и наизусть выучили телефоны и экстренных служб. Некоторым повезло чуть больше, и они смогли примерить на себя форму спасателей. Сейчас особый противопожарный режим введен на всей Московской области, в том числе и на территории городского округа Химки. Мы напоминаем о некоторых мерах пожарной безопасности, которые были введены дополнительно в связи с введением этого противопожарного режима. Напоминаем о мерах пожарной безопасности в быту, как вести себя при возникновении пожара. По окончании встречи дети получили красочные информационные брошюры и пообещали спасателям никогда не нарушать правила пожарной безопасности. Редактор субтитров А.Семкин